Категорический Дмитрук, всем привет, город Хабаровск. Сегодня у нас с вами необычная съемка, необычные автобусы. У нас сегодня с вами на презентации, на продажу, так скажем, идет аж целых 4 автобуса. Смотрите, выставлены в ряд. Сегодня у меня возникла идея, что можно было бы снять битву между, например, там Нифазом и Лиазом, да, и между Волгобасом и Жонтонгом. Но, увы, времени нет, поэтому о каждом автобусе мы просто пробежимся с вами, посмотрим, покажем, что с машинами у нас за, так, здесь у нас 5 лет эксплуатации, здесь 4 года эксплуатации. Волгобасы пришли у нас из Чебоксар в Хабаровск, работали примерно полтора года. И Жонтонги, это еще первые мои Жонтонги, которые продавались в Хабаровске. Они были реализованы 3 года назад, вот они были красного цвета, были переклеены в корпоративный белый цвет компании, ну и стали белыми Жонтонгами. То есть, суть какая, то есть мы эти машины продаем, эти машины продаются, реализуются, то есть Нифазов будет примерно 10 машин, Лиаз будет только один, то есть просто ради следственного эксперимента мы его поставили рядышком, да, что можно было бы показать его. И Волгобасов тоже будет примерно 10 машин, поэтому, если у вас есть потребность в бушной технике, то, пожалуйста, обращайтесь, как бы, мы вам все расскажем. Итак, будет 4 видео, первое видео у нас про автобус Нифаз, погнали. Городской полу низкопольный автобус Лиаз 5299 выпускается на рынке России уже примерно 8 лет, если мне память не изменяет. Значит, ну, эта облицовка еще у нас, так скажем, прошлогодняя, да, потому что на сегодняшний день Нифазы и Лиазы имеют одинаковую мордаху, благодаря тому, что идут очень крупные поставки в Москву, в Московскую область. Вот, поэтому эта морда эксплуатируется в России, ну, наверное, лет 10, то есть это такая вот оптика, такие фары, такие вертикальные, пластиковая морда, да, то есть мордаха откидывается, поднимается, а, подождите, поднимается горизонтально. Соответственно, здесь у нас идет печка, замена лампочек производится изнутри, правая и левая часть у нас откидывается, то есть там она стоит на болте, когда это все можно будет откинуть, повернуть, поменять. Та же самая ситуация происходит с бампером, он также отъезжает вниз. Ну, в принципе, сделано крайне удобно, добротно, то есть в этом плане, как бы инженеры Нифазы молодцы, сделали красиво по внешним параметрам и практически по эксплуатации. Значит, ну что у нас, бегущая строчка у нас передняя в базе, два раздельных лобовых стекла, вертикальные дворники у нас стоят. По замене стекол, как вы знаете, у нас в России уже проблем нет, выливают стекла практически на каждом углу, поэтому можно вылить что в Боговещенске, что в Владивостоке, что в электростале, поэтому стекла у нас здесь поменены. Так что, ну, поменены, как бы, да, в домашних условиях, поэтому в любом случае, как бы, заметны, так скажем, следы наших отечественных пальцев, но в любом случае, как бы, все стоит, как бы, все работает. Зеркала заднего вида у нас тут с электроподогревом, регулировка пластиковые, это, скажем, такие кронштейны идут у нас, вот, поэтому по машинам, вот, можно показать, вот эти машинки дальше стоят на стоянке уже, машины готовы к продаже, фатальных, тотальных ДТП у них не было, потому что машины работали в городском цикле, в городском режиме, в Хабаровске непосредственно, да, вот, поэтому, да, были мелкие ДТП, когда там они бьются, стукаются, все знают видео, когда в Хабаровске не посыпают дороги и автобусы не могут заехать там, либо вверх, либо скатываются просто вниз, там, цепляя друг друга, ну, в принципе, как бы, в семье не без урода, поэтому все в порядке, все нормально, как бы, это мелкие нюансы. Пройдемте с вами дальше. Значит, машина у нас полунизкопольная, то есть низкий пол находится в передней части, двойная створка передней двери у нас идет, стекла у нас тонированные, не стеклопакеты, значит, передняя балка у нас зависимая стоит ZF, дисковые тормоза, значит, очень интересный момент, смотрите-ка, да, очень часто спрашивают, что лучше, нефас, ляс или волгобаз, ну, из машин одинакового рода, одинакового класса, ну, что можно сказать-ка, посмотрите-ка, да, ну, по кузову, вот, у нас, ляс идет у нас 18-го года выпуска, нефас у нас идет 17-го года выпуска и очень разительно мы видим с вами отличия по кузову, да, то есть, смотрите, суть у них, ну, сборки кузовов одинаковая, то есть, это цельно тянутое железо, несущий кузов, на который крепятся уже непосредственно, там, мосты, движки, коробки и прочее, но на лязе мы что с вами видим? Ржавчина течет, 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 все, течет, здесь, течет, здесь подтеки, особенно очень прикольный момент возникает вот в этой части, когда крепление поворотника происходит двумя, там, шурупами, грубо говоря, да, то есть, кузов уже оцинковали, ты дышь, воткнули, и здесь тоже начинает течь, ну, вот она, в принципе, вся эта такая беда, здесь она видна. Не ровен час, ютуб закроют, добавимся во все соцсети, скорее, на любой вкус. Вы прекрасно понимаете, где делать лучше кузова, поэтому ляз более молодой, нефаз более старый, и на нефазе, ребята, реально не видно следов ржавчины, да, где-то есть мелкие, мелкие, ну, вот, вот, например, там ржавчина пошла, пошла у нас, да, то есть, ну, блин, это колесные арки, которые сами по себе уже и вся нижняя часть, да, то есть, ну, тоже имеет свойство, так сказать, ржаветь, поэтому, ну, делаем выводы, потому на лязи делать лучше кузова, поэтому однозначно, как бы, нефаза выигрывает. Так, переходим мы с вами к средней двери, то есть, средняя дверь тоже двухстворчатая, широкая, пандус у нас откидывается, само собой автобус на пневматике, то есть, никаких ресурс у нас здесь, как бы, разговора идти не может. В этой части у нас находится аккумуляторный отсек, по кузову проблем нет, проблем нет, стекла все остаются родные, задний мост у нас стоит с вами раба, то есть, видите, такая соляночка у нас получается всегда, да, то есть, ZF раба, ну, по мостам, кого проблем здесь не было, и коробка автомат стоит в войс. Задняя часть, раз машина у нас с вами низкопольная, и имеет заднюю, также двойную дверь, идут две ступеньки, ну, как есть, поэтому в данном случае для большинства городов такие машины приемлемы, чтобы задняя дверь не имела ступеньки, то есть, можно эксплуатировать. Конечно, не в Москве, в Москве у нас уже ходят с вами полностью электробусы, которые полностью низкопольные. Так, филейная часть нашего автобуса, также пластик. Кстати, поговорил с ребятами, что лучше, пластик или железо, потому что дальше у нас будет еще идти, так скажем, такое легкое сравнение Джон Тонга, наверное, и Волгобаса. Ну, как показывает практика местных ребят, реально удобнее, лучше эксплуатировать, ремонтировать пластик, потому что пластик ты ударил, дышит, ты его, скажем, подмазал и поехал. А если говорить про Джон Тонг, то там очень интересная тема получается, что, говорит, если ты ударил, то проще уже поменять его, потому что количество шпаклевки на Джон Тонге, мама дорогая, очень большое, поэтому, ну, как бы, как есть, говорим всю правду. Итак, теперь интересный момент по унифазу. Здесь у нас стоит Даймлер, да, то есть машинка у нас с вами метановая, значит, 8 баллонов, 190, примерно, кубов у нее помещается метанового топлива. Примерно на 400 километров по городу машинка может спокойно ходить. По движкам очень интересный момент. 400 тысяч километров движки были поменены. То есть начались какие-то глобальные, ребята, проблемы. Они практически на всех, там, по-моему, 9-10 машинах движки поменяли, поэтому в этом плане, как бы, вы получаете, если, когда вы купите этот автобус, вы получите автобус с новым ДВС. Ну, да, коробка, по коробке проблем, еще раз повторюсь, не было, по мостам проблем не было, поэтому движки стоят новые. Значит, ну, здесь у нас что? По классике идет у нас привод ременной на обдув радиатора. Помпа есть, все, хок. Забор воздуха у нас производится сверху, воздушный фильтр справа. Защита движка, к сожалению, как бы, тут у нас почему-то не предусмотрена. Ну, может быть, она и стояла, но как бы ее сняли. Ну, по крайней мере, по крайней мере, ничего такого глобального здесь замечено не было. Защита движка, как стоит на китайцах, здесь почему-то не стоит, поэтому на Анифазе, пожалуйста, ставьте, это будет более практичная, как бы, тема в случае ДТП на наших скользких улицах. Вот, ну, в принципе, что, задняя часть автобуса Анифаз, как бы, всегда узнаваема во всех городских и международних потоках, поэтому, в принципе, неплохо, красиво, идем дальше. Так, тут у нас производится залив антифриза, здесь у нас с вами стоит система охлаждения, здесь у нас, опа, открытый лючок, благодарим. Что у нас здесь, здесь у нас стоит помпа, подушка, краны на систему отопления салона, раз, два, три, то есть левый-правый контур, скорее всего, идет у нас. Да, ну, да, кстати, вон, смотрите, вся система по ДТП на охлаждение, все показано, поэтому, когда будете ремонтировать, сможете прекрасно все понять без углубления в интернет. Так, ну, смотрите, опять же, по кузову, еще раз повторюсь, кузов ровный, то есть, да, там есть некоторые, скажем, наверное, там нюансы, там, в плане каких-нибудь таких волн, да, ну, в целом, очень даже неплохо. Стекла родные, 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 родные. Ну, что, идем вовнутрь, посмотрим, как там. Итак, господа, мы с вами находимся на, за рулевой колонкой автобуса НИФАС. Значит, ну, давайте сейчас будем сравнить ощущения, то есть, мы сейчас с вами пройдем очень интересная практика НИФАС, Волгобаз, ЛИАС, да, и надо будет, скажем, делать какие-то такие сравнения по ощущениям. Ну, первое, как бы, что приборная панель видна у нас, да, так мы его заводить не будем, потому что у нас тут, Аня, погоди, как-то на лязь у нас стоял турботаймер. Сейчас попробуем его завести. Так. Угу. Очнула. Так, прощелкалась. Так, моторка у нас закрыта. Вах! Вах! Настоящий двигатель Мерседес, прямо чувствуете по звуку. Ну, кстати, да, по вибрации нормально, добротно. Добротно. Ну, окей, что могу сказать, как человек, который практически всю жизнь катается за рулем китайской техники. Неплохо, неплохо, да, то есть по... Подожди-ка, по регулировке... Нет, подожди, у нас, понимаете, здесь регулировочка должна быть. Рулевого колеса... Нет, погоди-ка. Это у нас что? Не совладать с нефазом в первое время. Ладно, окей, короче. Ребята, кто знает, как регулируется колонка, подскажите, пожалуйста, как бы, ну... Да, не все я знаю, не все умею. Что очень радует, офигенно видно. Вот приборную панель просто вообще идеально. Ни одной мертвой зоны нету. Такого, чтобы ты не видел какую-нибудь красную лампочку, то, что у тебя ее там, товарищ, перегрев. Потому что товарищ, перегрев у нас очень часто возникает у людей почему-то, да. Товарищ, там слетел ремень, ремень, какой-нибудь, опять же, там, перегрев. Товарищ, там, у тебя что-нибудь там, еще что-нибудь случается, как бы, да, там, по воздуху, либо что-то еще. Поэтому в этом плане тут прям, ну, блин, ну, кайфово, на самом деле, честно говоря, да. Так, подлокотников, как и себя, не хватает. Денежная, это, скажем, кассовый аппарат у нас, видите, такой хендмейт. Прекрасно вписывается в инфраструктуру нашего автобуса здесь. Значит, так, по обзорности. Норм не хватает зеркал, чтобы были видны мертвые зоны в нижней части. Слева, в принципе, то же самое, этого не хватает. Так, вентиляторы у нас каким-то образом включаются. Сейчас, наверное, не скажу, как это сделать, потому что они, ну, одомашненные, и обычная кнопка включения выводится куда-то отдельно. Ну, по левой части, по приборной панельке, у нас что у нас здесь идет, как бы, так? Так, кузов выпускается, поднимается, противотуманки. Скорее всего, верхний маячок, подогрев зеркал, освещение над водителем. Так, это у нас вентиляция идет у нас. Так, четыре кнопки открывания дверей. Первая кнопка у нас закрывает, открывает полностью все эти три двери. И, соответственно, первая, вторая, третья. Также, скорее всего, включение, ну, да, все верно, печек у нас идет. Так, это у нас, наверное, по идее, какой-то должен быть обдув. Так, здесь у нас идет с вами ручник, касаемо педалей газа тормоза. Ну, скажу честно, на китайце будет поприятнее, то есть, потому что у меня не будет такого большого ухода ноги, как здесь, да? Ну, и правая у нас приборная, на приборной панели опускания, поднимания, АСР, опять же, почему-то противотуманки. Противотуманки, противотуманки были справа и слева. Не скажу, на приборке ничего не отсвечивается. Так, 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 так. Так, по идее, опускание, поднимание кузова. Так, это у нас кнопка, спасибо, все работает. Так, ааа, ядрен батон, погоди-ка я. Ха, надо было просто сильнее сжать. Фига себе. О, все, я разобрался, спасибо. Все равно пишите комментарии. Так, с этим мы совладали. Вот, ну, да, руль, он такой, достаточно такой, как сказать, ну, настоящий, профессиональный, мужицкий. То есть, такие вот должны быть руки такие большие, закрутить этот штурвал. Вот, ну. Мягко, елки-палки. Мягко, ребята. Вообще огонь. Так, ну, и включение коробок, коробки передач, находится у нас все здесь, как бы, то есть, первое, второе, это движение, подожди, реверс, нейтраль. Уже все у нас здесь стерлось. Слушай, я уже, честно говоря, я не помню. Вот, подожди, 1, 2, 3, а вот в чем отличается у нас 1, 2, 3, то есть, D это движение, окей, реверс, нейтраль, а 1, 2, 3 я не помню, блин. Вспомните, кто знает, кто катался на коробках войска, напишите, пожалуйста, как бы, вот, честно говоря, опять же, забыл, поэтому, когда я синоват, буду исправляться, буду учиться, поэтому помогите, пожалуйста. Так, ну, по месту водителя, что могу сказать, здесь у нас подстаканник для очень ценных вещей, руку, блин, хотелось бы, да, все-таки говорю, подлокотник, ну, вроде все, что, помчали дальше. Sol, мы с вами находимся внутри нашего полу-низкопольного нефаза 5299, значит, мы находимся с вами на центральной накопительной площадке, что здесь очень крайне радует, это гигантская ее площадь, потому что, во-первых, а, стойки, желтые стойки, которые у нас, как бы, например, в Китае состоят, которые находятся здесь, они отнесены сюда, да, то есть, очень интересное решение касаемо, вот, давайте покажем, сиденье, потому что сидушки находятся, могут смотреть и вперед, можно будет ехать, и назад можно будет ехать. Сидушки местами порваны, то есть, по ткани, если необходимо будет, там, что-то поменять, как бы, просто перетянуть, поэтому, я думаю, что ребята, скорее всего, в Хабаровске это делать не будут, ну, такая, знаете, уже, мелочь-мелочь. Очень, откуда шторки, с каких автобусов снято? С Део. Это шторки с автобусов Део, поэтому, как вы прекрасно понимаете, весь Дальний Восток всегда любил японские машины, корейские машины и шторки от Део, поэтому шторки идут в подарок, поэтому совершенно бесплатно мы вам их отдаем. Так, опять же, возвращаемся к накопительной площадке, тут просто гигантская, и очень важный момент, что, чем отличие 10-метрового автобуса от 12-метрового автобуса, что, так как движок стоит дальше, да, то ступеньки можно делать поменьше, потому что, если бы был 10-метровый автобус, как мы дальше с вами покажем, то там ступеньки были бы больше, и надо было бы, так скажем, сильнее забираться. Значит, момент очень важный, в автобусе Нефас, как показала практика, эксплуатация в на Дальнем Востоке очень холодно, то есть, жаловались пассажиры, что машинки не прогреваются, и все печки, которые стояли, родные Нефасовские, были поменены на корейские, то есть, гигантские, большая площадь именно теплоотдачи, поэтому все печки, которые мы сейчас видим, раз-два-три-четыре-пять-шесть, которые здесь стоят, как бы, были поменены на корейские, то есть, в этом плане сказали, что прямо, очень сильно, разительно поменялось, как бы, теплоотдачи. Значит, идем дальше с вами, по комфорту, забирания на все эти, как бы, площади, в принципе, удобно, то есть, все они стоят, ну, площади, как бы, поднятия на, так скажем, на одном уровне, что важно для пассажира, потому что некоторые могут, скажем, там, споткнуться, да, то есть, у нас площадь раз, площадь два, две площади спереди у нас было, и самая дальняя галерка, в принципе, тоже забираться крайне, крайне, крайне норм, ну, и опять же, получается такая, очень такая, небольшая накопительная площадка в задней части, что, кстати, тоже очень удобно, потому что и стоять по высоте нормально, да, и, 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 ну, что, держаться норм, все, все будет, по освещению сейчас как бы не скажем, потому что у нас сейчас с вами дневное время, два часа дня, обеденное, думаю, что, по освещению ты как видел, не видел, как тут катается, ну, нормально освещает, отлично, так, камеры у нас с вами стоят, бегущие строки стоят, так, кондиционирование с вами у нас стоит, тонировка стоит, автобусы, повторюсь, пятилетние, пробеги, 400 тысяч километров пробега, то есть, еще раз повторюсь, движок заменен по коробке, войск, как бы, ну, там есть свои, ты скажем, приколы на этих пробегах, как бы, там надо будет их смотреть, как бы, да, такого фатального ничего не должно быть, по мостам, задние мосты у нас, слушайте, даже не скажу, либо дисковые, либо барабанные, забыл, у кого-то, как спросить, как бы, бередние, точно-то, дисковые стоят, то есть, в принципе, как бы, есть выбор из автобусов, то есть, вы можете приехать посмотреть, значит, по доставке, если необходимо будет автобусы перейти на западную часть Российской Федерации, мы поможем с доставкой, то есть, это будут, скорее всего, травлы, найдем более оптимальные решения, если вы захотите ехать своим ходом, мы можем сделать пагозы, которые будут вас подкачивать по дороге, когда вы будете ехать, то есть, как бы, пути, вариантов, на самом деле, очень много, вот, поэтому, вроде по нефазу, пока что все, переходим мы с вами к обзору автобуса ЛиАЗ-5293, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok